Дорогие друзья, мы находимся в городе Минске. Кстати, в месте, где проходили европейские игры, здесь стреляли. Вот по стрельбе были соревнования, уютное место, спортом клаб. И мы с Дашей Борисевич решили пообщаться. Это была моя инициатива именно по причине, что Даша одна из тех, кто сегодня олицетворяет нашу легкую атлетику. Это одна из тех, кто показывает, что нельзя пускать руки ни при каких обстоятельствах и верить в свою победу. Это та, кто в этом году, на мой взгляд, я слышал мнение специалистов, сделала очень качественный рывок вперед, именно приближаясь к своей мечте. Это та, кто уже имеет в кармане олимпийскую лицензию, на полторы тысячи метров. Это та, кто сегодня в Европе по итогам сезона, в принципе, задает тон на этой очень непростой дистанции. И вообще с Дашей приятно общаться не только как с прекрасным спортсменом, но и как с великолепным человеком. Поэтому, мне кажется, подвести итоги уходящего сезона с Дашей, это будет правильно, честно и интересно. Даша, а с каким настроением ты заканчиваешь 2019 год и входишь в 2020 год? Ну, с каким? С прекрасным настроением. Надеюсь, что в следующий год я войду с еще более прекрасным настроением. Ну, надо сказать нашим зрителям, что Даша еще 50 минут назад, ну, может быть, 55 минут назад снимала кроссовки с очень тяжелой тренировки. И если человек говорит, что после такой неслабой тренировки, где было очень многое проделано, серьезный объем в прекрасном настроении, то это в лишний раз подчеркивает, что Даша очень сильный человек и профессиональный спортсмен. Даша, как сегодня тренировка прошла? Супер. Вот погода красивая, конечно, но снег вообще в целом, что скажешь? Не, ну, захотелось снега, поэтому я терпела, терпела сегодня скользкий асфальт. А почему, почему на улице, почему не маняешь? Ну, наверное, тяжело 16 километров бегать. Ну, вот, с одной стороны, холодный воздух, минус 5, ветерок такой пронизывающий, а второе дело, да, круги эти, она тонная, монотонная. Тепленько одеваешься, шапочки, перчаточки и все, побежал. И через 2 километра уже не так и шахлата на улице, в принципе. Ну, понятно. Расскажи, пожалуйста, о самых ярких событиях этого сезона. Какие моменты тебе были наиболее дороги именно с точки зрения профессионального спорта пока? Нет, ну, конечно, лицензия, потому что это Олимпийские игры. Тут безусловно. Ну, и, наверное, Европейские игры. Матчи до встречи, потому что это событие, конечно, я... Ты говоришь про США и Европу, да? Да, матчи до встречи США и Европу. Ну, для меня это были самые яркие старты сезона. Почему не вспоминаешь Глазго? Ой, потому что так давно было. Это начало зимнего сезона, где Даша, в принципе, уже заявила о себе достаточно ярко. Это было уверенно, это было уже с переменами, да? То есть ты уже тренировался? Нет, у меня Игорь Жавронет подвел Глазбол, но я уже знала, что я ухожу. Игорь уже тоже знал, что я ухожу. Но остался со мной. Ты назвала Европейские игры, ты назвала матч-встречу и Олимпийскую лицензию. Вот из этих трех таких событий, которые ты отметила, какое наиболее важное для тебя? Европейские игры. Европейские игры. А ты можешь объяснить, почему? Почему для меня... Ну это же дома. Такое событие дома. Ну и много. Конечно, мне очень захотелось, чтобы там была моя дистанция. И бежала я там дистанцию вдвое, даже в два с половиной раза короче своей основной. Для меня это было очень волнительно, потому что я не спринтер. Это дистанция ближе к спринту. Ну и, конечно, последний вид из Тавета Хана. Там все решалось. Ну, для меня это был такой самый, наверное, волнительный старт. Скажи, пожалуйста, вот европейские игры. Я скажу немножко вещах, которые мало кто знает, но ты потеряла самого близкого человека в эти дни. И как ты собралась? Где был мотив выйти, когда действительно эмоциональных сил не было? Вообще, бабушка для меня очень дорогой человек. Потому что 10 лет меня поддерживала бабушка. Когда человек пожилой, ты уже тоже немного становишься его родителем. Потому что они спрашивают у тебя совета. Точно так же, так как у меня не у кого было из взрослых спросить совета, я всегда спрашивала его у бабушки. И мне не важно было, понимает она суть проблемы или нет. Мне просто нужно было у кого-то что-то спросить. Она поддерживала меня всегда, всегда. Поэтому эта потеря для меня, конечно... Я не знаю, как объяснить эту болью. Физическую боль... На самом вот уже флажке твоего выхода на Динамо, вот это произошло. И вот ты сейчас говоришь, что внутри, да? То есть это вот, наверное, тяжело писать словами. Но как ты себя вот могла и настроить? Ну, я бежала, наверное, для бабушки. Потому что я знаю, что бы ни случилось. Как бы ей не было плохо до этого. Она бы мне всегда сказала, едь на сбор, иди тренируйся. И я понимала, что бежать – это правильное решение, что нужно бежать. Может быть, тоже мало кто знает. Близкие люди наверняка знают, что Даша... Я сам не раз был свидетелем. Ты, как заботливая мама, вот обращаешься и воспитываешь мозг, так даже сказать, участвуешь в становлении и участвовала. И на этом будешь еще поддерживать своих сестер. Вот на тебя эта ответственность, она как вот, с точки зрения, занятие спортом влияла? Влияла. Очень сильно влияла. Мне нужно было кормить, одевать, учить. И я понимала, что я не свободный спортсмен. Я не могу там после тренировки прийти отдыхать, если мне нужно что-то заниматься своими сестерами. Только сейчас, когда девочки вырастут, я себя почувствовала более свободной. Ну, на мне лежит ответственность за дедушку сейчас, который остался один. Ему 86 лет. И я слежу за ним. То есть я привыкла уже, что я за кого-то всегда отвечаю. Слушай, те люди, которые сегодня могут жаловаться на жизнь, но со стороны мы видим, что иногда они, наверное, сгущают краски. И на самом деле не так все страшно. Это для каждого своя, скажем так, планка, да, проблемы, трудности. Но люди опытные могут сказать, что не стоит там условно так расстраиваться и жаловаться на жизнь, когда это, в принципе, практически не те проблемы, которые могут быть у человека. Вот какой твой совет вот этим людям, которые на мелочах размениваются, опускают руки, ноют и так далее. Вот какая твоя формула, вот, скажем так, мотивации не опускать руки, не смотреть вперед? Потому что нет нерешаемой проблемы. Все проблемы в жизни решаемы. Ну, одна единственная нерешаемая – это потеря. Конечно, человека не вернуть. Все остальное можно решить. И все переживают. Я тоже переживаю, когда у меня какие-то проблемы. Я всегда вспоминаю, что я ее обязательно решу. И решаю. Тебе спорт в этом помог, вот, в становлении этого характера? Да. У тебя одна из самых тяжелых дистанций, на самом деле, где темп сумасшедший, там особо не отсидишься. В последнее время, да, мы видим, какие скорости показывают спортсменки. Ну, и вообще история мироволевого катетики говорит о том, что это очень такая жесткая дистанция. Вот, то терпение, которое у тебя есть, да. Мы знаем, как на европейских играх ты бежала, и надо было в самое короткое время восстанавливаться. Ты так очень сильно начала, кстати, практически не отошла от украинской спортсменки. В финале боролась до конца. Это вот качество, которое ты приобрела, и вот твой профессионализм, который ты говоришь, и в жизни тебе пригождается. Сколько лет ты шла к тому, вот, условно, чтобы стать такой, какая ты есть сегодня? Мне кажется, я всю жизнь и думаю, что буду только совершенствоваться и идти дальше. Ну, осознанно ты над этим работаешь сколько, если так вспомнить. Неужели там с первых шагов, там, с какого возраста ты начала заниматься в катетике? Я пришла в 15 лет. А, в 15 лет, да, все-таки. Я, видишь, думал, что раньше. И мне очень повезло, я попала к Наталье Ивановне Башко. В то время она работала с Игорем Владимировичем Захаревичем. И изначально, с первых шагов, меня учили, что я должна быть профессионалом. Я должна питаться, я должна восстанавливаться. То есть, когда заложили такой фундамент, ты уже относишься к спорту именно так. Ты не пойдешь веселиться, когда у тебя какой-то серьезный старт. Ты откажешься от приглашения на день рождения, если тебе через два дня стартовать. Так меня учили, и я всегда относилась к спорту именно так. Ну, это да. Но на самой тренировке, когда ты делала, условно, там, 10 раз по одному километру. Ну, к примеру, я там не специалист, но, к примеру, когда я знаю, там, изнурительные тренировки в высоком темпе. А тебе надо еще пять. А когда уже нету сил, когда ты валишься с ног, а надо. Делаешь. Собираешься, становишься и бежишь. Объясни вот молодому поколению, которое за тобой очень внимательно, в том числе, смотрит, что ты в себе внутри говоришь в это время? Когда у тебя тело говорит, все, Даша, ты что, хватит, пора домой. Вот, кстати, сразу вспомнилось. В этом сезоне моя первая тренировка. Это было 12 по 500 метров. Ну, сам понимаете, первая лиговая тренировка. Очень тяжело. Я пробежала 8 раз и думаю, все, ну, я не могу. А потом вспоминаю Дока, Хасан, который пробежала 3,50. И говорю, вот Хасан достоялась сейчас и смеялась с тебя просто. Ну, и я доделала эту тренировку. Да, мне было очень тяжело. Я ее доделала. Расскажи, пожалуйста, вот ты провела время Хасан, давай вспомним твои рекорды. На сегодняшний день у Даши Борисевича на 1500 какой результат? 4 на 3,57, наверное. На 800 метров? 2 на 1,92. Твой выбор все-таки и перспективы в пользу 1500? Да, конечно, однозначно. Я тут нашим молодым ответам задавал вопросы. Я знаю, ты смотрела интервью. Ну, с тобой об этом немножко чуть позже поговорим. От Даши Борисевича, вот какая разница между 800 и 1500? Ну, 1500 почти в два раза длиннее, чем 800. Внутри ощущения такие? На той и той ситуации, если провести праздник. Мне сейчас тяжело об этом говорить, потому что я не стартовала уже давно таких быстрых 800. У меня как-то попадали старты, где все-таки было медленное начало. Медленное это сколько? Ну, это минута, не выбегая из минуты. В этом сезоне я 2.02.13. Самый быстрый результат был. Вот, поэтому я не могу вспомнить тех ощущений, допустим, когда я 2.01.93 пробежала. Мне почему-то кажется, что это мне было намного тяжелее, чем в этом сезоне. Поэтому 1500 это чуть-чуть другое. Ты тоже бежишь очень быстро, и тебе потом еще надо бежать, можно сказать, что 800 метров. Ты можешь разложить свою трассу по секундам? Первые 400, да, 700, 1200. Ну, я обычно 1000, не 500. Я начинаю всегда медленнее, чем еще. Ну, сколько? Ну, 2.47. Свой личный рекорд я установила, у меня было 2.46.8, практически 2.47, и я пробежала 4.03. Какой твой совет условно? Понятно, что это очень индивидуально. Кто-то отсиживается до последнего, и там последние 200 метров просто выносятся. Кто-то в серединке бежит, кто-то сразу берет, скажем так, все в свои руки. И редко, но есть такие, кто успешно не заканчивает. В таком же темпе, вот. Ты бы советовала, понятно, ты сказала, и твой бег, он обычно как раз-таки, наверное, по первому варианту ты сидишь на хвосте, и потом за метров сколько там, 300? Ну, обычно 500 метров. А, 500, да. Ну, так, явно, вот мы, как я смотрю за тобой, ты вот уже, если последние 400, где-то метров за 300 так начинаешь так агрессивно атаковать. За 500 ты подбираться уже начинаешь там, но уже... Все равно, темп очень сильно начинает расти после 1000 метров, то есть за 500 метров нет. Ну, он так откровенно не виден, он виден, потому что это в общем, он у всех начинает расти. А потом ты начинаешь выделяться именно вот на этих отрезках, которые, вот я говорю, где ты там включаешь скорость, там, шестую передачу эту... Ну, все равно это долго работает, над этим надо очень долго работать, чтобы получить финиш, это сила все-таки, да. Все не просто так. Ну, сила, вот наши сегодня молодые люди тебя смотрят, сила. Сила чего? Мыш, духа. Всего сила. Нет, ну, надо много работать. На самом деле, средневеки много работает на силу, много работает на скорости, много работает на выносность. То есть мы как-то пытаемся совместить все качества. Хорошо. Ты спринт делаешь? Да. Расскажи свои показатели по спринту. Ну, такие... Я не бегу никогда одноразовые отрезки. Я бегу, допустим, восемь по сто через минуту. И начинаю где-то там тринадцать восемь и заканчиваю двенадцать девять. Но это через минуту. Я не знаю, сколько там я на максимум могу прогружать сто метров. То же самое по двести метров. То есть, ну, а тебе не было любопытно, что вот тренер засеки меняет? Нет, мне, наверное, любопытно просто. У меня нет времени экспериментировать и проверять. Потому что все равно быстрее, чем тринадцать и пять, например, я не смогу финишировать на тысячу пизод. Мне кажется, никто не сможет финишировать. Поэтому мне скорость, в принципе, выше, чем тринадцать секунд, она не нужна. Ну, ты анализируешь бег соперниц? Ну, конечно, да. Кто для тебя является из мировой бег атлетики, из истории, вот, ну, скажем так, опросцом эталона, можно сказать, если есть такие? Именно бега? Да, бега 1500. Ну, блин, конечно, сейчас Хасан поразила всех очень сильно. Я думаю, что она бы могла установить мировой рекорд в этом сезоне, если бы это была такая мультиплининтовая лига с письмейкером. Для тебя важен письмейкер? Лично для тебя? Для меня важна бегущая толпа. Не столько пейсовая, сколько толпа. Ты можешь, как Ольга Музырёнок, в одиночку? Понятно, это разное, но так я просто глобально спрашиваю. Вот она бежала одна. Там первая группа от неё отошла. Говорят, в одиночку тяжёлый. Мы видели в Дохе вот этот адский марафон, где она, по сути, бежала одна, но сохранила темп, мотивацию в эту ужасную жару. Вот ты можешь, не обращая внимания, ну, другими словами, для меня всегда вопрос. Я не профессионал именно вот в бегах, да? Письмейкер, я догадываюсь, да, насколько это важно. И сейчас вот когда под рекорд мира в марафоне там нагнали там десятых письмейкеров, то есть всё это просчитывается, всё это важно. Но вот мне интересно, что внутри? То есть неужели человеку нельзя абстракироваться, условно, и представлять этих виртуальных? То есть он сам не может себе находить вот какие-то? Вот ты можешь тонко объяснить, что внутри происходит, почему, как это? Кто мешает, условно, добавить там, без визуального какого-то там восприятия, внутри найти это? Ну, я не знаю, мне очень приятно, когда кто-то бежит перед тобой, и ты его догоняешь. А ты сама себя не можешь, да, Натя, представить здесь? Сама себя? Ну, я не могу, но я хочу в этом сезоне научиться. Я буду пробовать старты, где я буду сама бежать быстро. Ну, в принципе, на тренировках-то я бегу быстро одна. Я сразу прошу прощения и у тебя, и у всех любителей, не у любителей, а именно профессионалов, кто тонко понимает, потому что я очень такой теоретик. Вот я пытаюсь, я разговариваю, но мне очень тяжело понять, что внутри спортсмена происходит, почему ему нужен бессмейкер. Условно, да? То есть я метаю молот, я же там, словно, не метаю за кем-то там, повторяю. Я выхожу в сектор, становлюсь один на один с молотом. Да, есть соперник, который уже, как Иван Тихон взял, всех передвинул, там, последняя попытка, и оставил по одной всем. Давайте, догоняйте меня. Вот, это да, можно назвать его бессмейкером, которые, но все равно я выхожу в сектор, и один на один остаюсь в молотом. Я, как бы, понимаю, что... Ну, вы знаете, какие мне это были показаны. А я бегу со своими соперницами, и я не знаю, какие они секунды покажут. На свои секунды ты можешь ориентироваться? Ты знаешь, твой рекорд 4-3. Ты знаешь, что ты готова лучше, чем когда-либо, и там, условно, на 4-0-2 бежать. Или там... Ну, я думаю, если бы мне поставили такую задачу, если бы тренер мне поставил такую задачу, я бы ее выполнила. Это бы было очень тяжело. Скажи, вопрос абсолютно провокационный. Для тебя рекорд мира является что-то невероятное, недосягаемое в твоей дисциплине? Или ты теоретически можешь представить, что тебе надо сделать, как тебе надо поработать, и можешь ли ты себя видеть, условно, тем человеком, кто может приблизиться к нему, либо, условно, дай бог себе здоровья? Ну, на сегодняшний день 4-0-3, то, что я завтра прибегу по рекорду мира, я не понимаю пока этих цифров. Так же, как я не понимала когда-то 4-0-3, и для меня оказалось это вау. Сегодня я вам скажу, что мне кажется 4-0-3 это... Ну, да. Средняя резинка. Да, и я уже хочу совсем другой результат. Поэтому сказать, что, а что там рекорд мира, я не могу так сказать. Потому что я не понимаю, как... Нет, я даже так и не задавал в таком контексте, а что там рекорд. Я, наоборот, с уважением понимаю, но каждый человек подбирается, да, каким-то метром, секундом, и он, видите, вот я, к примеру, с Ириной Жук говорил, она говорит о том, что было большим теоретиком, вот по поводу высот, там даже 4-0-70, те же условно, сегодня она берет эти высоты и говорит, что вот только в этом году я поняла для себя, и это явно чувствую, что мне надо сделать, и как надо поработать, чтобы прыгать 5 метров. То есть, ну, это вызов, но она четко для себя представляет и понимает. То есть, она не говорит, что там, я в любом случае прыгну, но она знает внутри себя и понимает, к чему и как она будет стремиться и каким способом она это будет делать. Это важно. Поэтому мой вопрос в таком контексте. То есть, ты пока не прочувствовала? Я пока не понимаю. 3,50 – это просто, ну, что-то невероятное. Это какая разница? Если по твоей скорости это получается 13 секунд, это где-то метров 150. Сколько это метров? Нет, ну, это чуть меньше 100 метров. А, чуть меньше, извини, пожалуйста. Да, чуть меньше 100 метров. Конечно, это уж совсем другое. То есть, финишная прямая, да? Дай-ка ее. Поэтому я, конечно, хочу лежать очень быстро, но на сегодняшний день я не понимаю, что это будет 50. Это очень быстро. Хорошо, ты можешь, давай перекрутимся на матч, описать свои ощущения, матчи резонансные. Я знаю, в среде, вот мы с тобой беседовали среди спортсменов и тренеров, рассказать эмоции твоих друзей из-за рубежа. Что они о матче говорят, что они вспоминают? Ну, я с кольской сборной тренируюсь, и, конечно, после матчевой встречи все просто восхищались. В Минском проведение матчевой встречи. Ну, вот, к примеру, Кшот, да, был у нас? Да. Какое его мнение? Ой, ему очень понравилось, как было организовано матчевой встречи. От него я слышала то, что ты просыпаешься, смотришь в окно, а в городе как будто по пылесосим. Вот. Томаш Ливандовский, тренер Марцина Ливандовского, тоже сказал, что потрясающий город, потрясающая организация, что он очень хотел вернуться. То есть прямо вот хочет вернуться? Да. Очень понравилось. Ну, вот на Суперлигу приедут, я думаю, что в 21-м году они вернутся. Надеюсь, и матч мы проведем в Минске тоже повторно в 21-м году. Сейчас работаем над этим. Была экипировка сборной Европы, это была белорусская фирма, белорусское производство. Скажи, ты эту форму не выкинула? Нет. Ну, я грубо сказал, конечно, когда выкинешь. То есть ты пользуешься ей этой формой? Да, я ее пользуюсь. Ты человек, который имеешь контракт, условно имеешь экипировку? Мне очень нравится, качество было замечательное. И вот сейчас я ездила на сборы, брала с тобой толстую. Куда ездила? В Киргизию. И после тренировки я ее вместо куртки одевала. Супер. То есть ты можешь сказать, что наш производитель в них уже? Да, наш производитель в них уже есть. Естественно. То есть нам не стыдно за форму? Ты уверена, что спортсмены из-за рубежа тоже такого же мнения? И я смотрю, что многие пользуются формой, имея контракты, пользуются формой, которую мы будем. Это приятно. Я уже затронул немножко тему нашей молодежи. В том числе меня очень тронула наша молодая бегунья из Бреста, которая очень искренне о тебе говорила. И она действительно, скажем так, видно, что для нее ты большой кумир. Ты смотрела интервью? Да, точно. И что ты скажешь вообще о нашей молодежи, о нашем резерве? И приятно ли тебе вот такое восхищенное внимание нашего подрастающего поколения? Ну, конечно, приятно. Для этого и хочется бежать, чтобы на тебя смотрели и равнялись, а может, даже и быстрее бежали. Ну, ты чувствовала, когда бежала на матч, что за тобой следят, тебя поддерживают, что тебя стадион гонит? Нет, конечно. Почему я очень люблю выступать дома? Потому что я прихожу на стадион и я не чувствую того волнения, которое я там чувствую. Да я вообще какое-то другое чувство испытываю. Потому что я знаю, что каждый человек, который сидит на трибуне, он болеет именно за меня. Ты это вот не виртуально, как ты представляешь? Ты это конкретно чувствуешь? Да, я это конкретно чувствую. И когда ты бежишь, ты ничего не слышишь. А тут я бегу, и я конкретно могу отделить крики моего мужа, моей сестры, например. Может быть, это и не они были, но я знаю, что они сидят именно там и что это они меня поддерживают. Скажи, пожалуйста, ты завязываешь ленточку в цветах белорусского флага. Это твоя потребность? Вот я не задавал. Я завязываю все время на финал. Это моя страна, я ее люблю. Скажи, пожалуйста, вот ты следишь за нашей молодежи, я даже помню, ты их знаешь по именам, по фамилиям, но благодаря, наверное, в том числе и сайту Buffalo, да, ты следишь. Вот я знаю, что ты читаешь, это важно. Что ты пожелаешь нашим молодым ребятам, девчатам, которые сегодня делают свои первые осознанные шаги? Вот веришь ли ты в них? И чувствуешь ты, что они вот могут стать лучше, чем мы. Что я хочу пожелать? Я хочу пожелать идти всегда вперед и никогда не обращать внимание на маленькие проблемы, на маленькие неудачи. Как сказал Кшот, всегда по личнику не будешь бежать. настраиваться на высокие результаты. Ну, ты думаешь, вот в один день могут они уже с тобой стать на дорожку и бороться с тобой? Ну, конечно, они же растут. Они сами не успеют сообразить, когда пробегут очень быстро и когда им тоже будет касаться уже этот результат не очень быстрым, хотя в прошлом году они могли только мечтать. И что ты пожелаешь в канун Нового года всем, кто смотрит нас белорусской легкой атлетике? Счастья, тепла и до травы. Что ты пожелаешь нашей сборной в следующем году и себе лично? Я пожелаю медалей. Медалей самого главного старта четырехлетия. С нами была Даша Борисович, которой мы тоже желаем медалей, мы желаем личного счастья, мы желаем комфорта внутри и чтобы все твои мечты обязательно сбылись. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...